Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Семь часов три минуты в Екатеринбурге и Свердловской области. Всех приветствуем. Напоминаем сразу телефоны 3850923. Это звонки, сообщения в отца. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять, ноль девять, двадцать три. Ну, у нас пятница, если часы не врут, если не врет календарь. На это значит, что уже сегодня будет много-много событий, так или иначе связанных с Днем Города, которые 17-го числа мы официально отмечаем и которые сегодня уже тоже потихонечку с возможными мероприятиями на разных площадках города будем отмечать. В том числе и на нашей площадке в нашем эфире мы тоже сегодня будем и подарки дарить, и разговоры заразговаривать, и, конечно же, рассказывать об истории города Екатеринбурга, которому в этом году исполняется 301 год. Именно такими афишами уже успели украсить город. И именно такую дату мы вместе с Павлом отмечаем. Ну и вместе со всеми екатеринбуржцами, конечно. Ну, конечно. Куда же без наших любимых слушателей. Да. Хочу немножечко ложку дегтя такую просить. Ну, бросьте, Павел, бросьте. Чувствуется, хочется вам. Ну, делайте. Перекресток Шевченко. Так. Мамина Сибиряка здесь у нас. Ну, рядышком, да. Да. Ну, мы же все знали и проговаривали кучу раз, что у нас светофоры выключаются после дождя. Ну, значит, это кому-то нужно. Ну, нет. Ну, я имею в виду, что там замыкает или что-то. Ну, да, какие-то проблемы есть. Такую вещь я наблюдаю впервые. Когда сухо и тоже не работает. Нет, работает. Но светофор немножко сошел с ума. Представьте себе, вы едете на зеленый. Девять секунд, десять секунд до переключения. Там есть обратный расчет. И светофор начинает мигать зеленый. Так. И когда на зеленом сигнале горит семерка, он переключается на желтый. Ничего себе. Какие удивительные вещи нам открываются, Павел. Просто поверьте. То есть, странно. Я не знаю, таймер исходит с ума или что-то такое. Просто, пожалуйста, имейте в виду, что такое тоже бывает. Не полагайтесь на один лишь таймер, вот этот обратный отчет. Я не знаю, зачем вы тогда сделали, если... Если не работает. Если работает вот так. Ну да, хороший вопрос. Но с другой стороны, Павел, в общем, нам ведь классики про это говорили. Нам же классики про это пели, про сумасшедшие светофоры. Неужели вы не помните? Ты имеешь в виду песню Леонтьева или как? Ну, конечно. То есть, это уже было в нашей истории с вами. Все бегут, бегут, бегут. А он зеленый? Да. Был час пик. Вот она. Отлично. Была. Был час пик. Бежали все куда-то. Вдруг застыл зеленый свет. И вот прям по вашему тексту. Ну, отлично. Хорошо. Просто, пожалуйста, друзья, имейте в виду, что так бывает. Еще раз, не полагайтесь на один лишь обратный отчет светофора. Да, да. Водитесь, когда свет загорится. Да. 3850923. У нас звонок есть. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Доброе. Доброе. Доброе утро, Андрей Павел. Цифра 7-9. Я ехал из города к Савы-Белых. Ага. И светофор показывал 46 секунд. Представляете, из города, там скорость, там все нормально. Угу. Я еду. И он раз тоже так же. Хоп. И на фронт. Угу. Вот это да. Вот так вот. То есть это у нас что-то там везде такое случается. А потом мне интересно, а штрафик-то как будет? Как кто будет считать? Где он там, не мигал, не мигал? Потом есть еще ситуация, когда они, когда мигают, это одно. Иногда прочерк просто. И вот это напрягает, потому что движения там сзади разгоняются. И как это быть? То есть проблемка есть. Ну ладно, у меня знакомый есть, где я позвонил, сказал, что светофор такие штуки вытворяет. Ну там, не знаю. Это периодически случается. Вот так. Ну да. Спасибо большое. На самом деле официальный, я просто вот гадалки не ходя, официальный комментарий будет такой. Не нужно полагать... То есть вот этот таймер обратного отчета не является обязательным в светофорном регулировании. Нужно полагаться только на тот свет, который горит. Ой. Серьезно. Так вот скажут официальные лица. Ну тогда давайте таймер. Ну тогда, может, уберете его. Ну правда. Зачем он искушает? Зачем он обманывает нас? Ну действительно, это так. Для понимания, я успел оттормозиться, все в порядке. И никого позади не было, что тоже хорошо. Повезло. Повезло в твоем случае. И не то, чтобы я летел, мне нужно было повернуть как раз налево. То есть все... Скорость сбрасывал. Скорость сбрасывал, все хорошо было. Вот. Поэтому... Того, что вот, пожалуйста, обращайте внимание. Нам пишут. Плюс 11 за окном в Заречном в 6 утра. Сообщение от Евгения. Рамиль плюс 10. Ясно, прохладно. Ясно и прохладно, действительно. Доброе утро. В Серове пятница. Плюс 13. Солнечно. Вот так вот. Пятница. Ну отлично. Хорошо. Поэтому пятница. Ну и замечательно. Да, друзья, напомню, что вот Александр уже сделал анонс той самой викторины, которая у нас сегодня пройдет. Ну, а мы расскажем о дне. О дне города, конечно. Ну, конечно. О чем же еще нам рассказывается, Павел, с вами? Ну, во-первых, значит, полная инструкция по дню города в Екатеринбурге и полная программа, она есть уже и на сайте комсомольской правды, kp.ru. Кстати, многие не знают, что kp.ru – это сайт комсомольской правды. Да, то есть думают, что просто kp. Какие-то буковки? Ну да, типа. Окей. Ну, и есть, конечно, на городском портале официальном тоже есть список того, что и где будет происходить. Так что выбирайте, что вам удобнее. Выбирайте и смотрите, чтобы составить себе хорошую, интересную программу на сегодня и на завтра, кстати, тоже. На самом деле предупреждают всех, что, скорее всего, нужно будет вооружиться дождевиками или зонтами, потому что дожди обещают, а у нас нет и Москва, где будут разгонять тучи, ну, вы понимаете. И Лариса Долина уже не в лучшей форме нынче. Причем тут Лариса Долина. Я тучи разведу руками. А, ну да, да. И квартира у нее уже того. Вот. Значит, будет масса перекрытий движения с сегодняшнего... Причем с утра... Олегрова же, это что я и говорю. Олегрова... Ну, там что-то нормально с квартирой. Да, там все хорошо. Значит, с шести утра сегодняшнего дня до 21 часа 17 августа в районе от улицы Николая Никонова до Первомайской перекрыто будет движение для автомобилистов. Ну, вот сегодня 16 августа. С шести утра 16 августа. Так что сегодня же пятница. Странно. Не рановато ли, да? Да. Причем я смотрю сейчас на карту на Яндексе, карту дорожного движения. А улица Царская перекрыта полностью сейчас. Это от Первомайской до как раз-таки Николая Никонова. Тут просто не написано было, что это за улица. Вот. Дальше проспект Ленина от Московской до Липных-то будет закрыт. Но это уже в сам день празднования Дня города. Завтра непосредственно. Вот. Ну, и еще много улиц. Карту вы можете найти на многих порталах города Екатеринбург. Вот. Такие дела. Ну, с другой стороны, хорошо, что не все перекрыли. Могли весь центр сегодня закрыть. Ну, на всякий пожарный. Чтобы мало ли. Нет, сегодня еще рановато, потому что у нас идет полноценный рабочий день. Да. Вообще-то. Да, но секундочку. Вот я, например, буквально-таки эфир заканчивается и убегаю под Макаровский мост. Под мост. А потом убегаю немножко дальше в сторону бывшей лодочной станции. Или сейчас на все еще там в каком-то состоянии есть. И я открываю одно из мероприятий Дня города. Фестиваль, посвященный как раз таки озеленению. И растениям прекрасным. И садам. И как раз таки тем, кто их создает. Ландшафтным дизайнерам. Это очень крутая история. Да. Так что, друзья, тоже можете присоединяться. В 11.30 там вот это будет, что называется, еще репетиция. А в 12 официальное открытие. Так что вот можно как-то так составить время и на атмофест попасть. Круто, круто. Ну, неделю точно он будет. Пока вот это время у вас точно есть. Но лучше не откладывайте. Потому что вечная история. Отложил. А потом бум. А потом не пришел. И не пришел. Услуга должна быть безопасной, пишут нам. ГАИ-бюджетники, которые еще наказывают рублем нас. Тогда отчет надо убирать. Резкое переключение сигнала введения в заблуждение. Ну да. Да, нам скажут, что услуга-то, конечно, должна быть безопасной. Вы чек покажите, что вы купили. Что оплатили. Шутка, конечно. Значит, по поводу общественного транспорта. Как он будет работать в течение завтрашнего дня. Будет работать до часу ночи уже, воскресного дня. Если вам нужно будет добраться. На картах также обозначены места скопления общественного транспорта. Я имею в виду, который будет развозить горожан по районам города. Накопление автобусов и трамваев обозначены. Ну, значит, во-первых, конечно, это улица Луначарского. Насколько я понимаю. А, нет, прошу прощения. Это проспект Ленина на пересечении с Луначарской. Луначарского в том числе. Дальше это будет проспект Ленина, ближе к Московской уже. Вот туда. Будут накоплены автобусы в определенном количестве, насколько я понимаю, около Ельцин-центра. Не доходя немножко у театра драмы. Вот. Ну, и, конечно же, это у нас получается улица 8 марта на пересечении. Что это там получается? Такое... Да, с Малышева. Получается, вот там вот. В тех местах. Надеюсь, что до часу ночи все-таки дождутся всех. Ну, и все в лесу. Да. Будем надеяться на это тоже. Ну, и запрещена продажа алкоголя, причем это было уже и в прошлые выходные, но вот предстоит и в эти, причем отчасти в некоторых местах. Это такой квадрат Ленина, что это 8 марта, Малышева-Липкных-то уже с сегодняшнего вечера запрещена продажа алкоголя. Сегодняшний вечер или сегодняшнего утра? Сегодняшнего вечера. С 17.00 до 16.00. Ну, успеваем. Да. С другой стороны. А потом про электросамокаты. Ограничения тоже будут едины. Мы еще дойдем, потому что у нас в городе произошло смертельное ДТП с человеком, который управлял электровелосипедом. Кроме шуток. Вот вчерашним вечером, судя по всему, это произошло. Так вот, электросамокаты, их движение будет запрещено полностью. То есть, такая запретная зона, это квадрат, получается, Липкных-то уже, Малышева, 8 марта, Ленина. И вдоль улицы Ельцина, получается, до Макаровского моста и по набережной тоже. Вот та страна. В общем, не погонять. Такой ковш, получается, по форме, да, как... Медведец. Ну, немножко неправильной формы медведец, получается. Но, тем не менее, вот мы вас предупредили, поэтому выезжаете в эту зону. Ну, там по инерции самокат может еще прокатиться какое-то время. Ну, метров там 5-7. А потом вам придется его на руках вытаскивать. Ну, да. Так что, друзья, лучше туда не заезжать, потому что зачем вам эти проблемы? Да, ну, и хедлайнеров мы уже называли. Это и Улька Пулька, и Дим Димыч, и, конечно, Улька Серябкина. И Трам Трамыч. И группа Добро, и Слава Марлоу, и много еще. Ну, и хорошо. Такие дела. Сделаем паузу, послушаем рекламу. Татариков Филиппов. Отдельная тема. 7.16 в Викторинбурге. Радио «Комсомольская правда». Александр Татариков, Павел Филиппов. И День города, конечно же. И я напомню, что на многих радиостанциях сегодня проходит радиомарафон в честь Дня города. В том числе и у нас, конечно же, тоже. То есть, если вы переключитесь с какой-то другой радиостанции на нас, или с нас, не дай бог, конечно, уйдете на такое радио. Но призы, в общем, можно выиграть сегодня много где. Если в одном месте не ответили на вопрос, есть шанс, что в другом месте вы этот вопрос уже будете знать и ответить верно. Знаете, что радиомарафон вас настигнет. Рано или поздно. Да, чтобы не произошло. Да, кто трансляцию видео смотрит, могут заметить, что у нас на столе перед микрофонными стойками лежит большое количество подарков. Чего там только нет. И значки, и стикер-паки, так называемые. То есть, набор наклеек. И брелочки, и футболки, и бейсболки. Что-то еще. Рюкзаки есть. Рюкзаки, я смотрю. Дождевики. Дождевики. Наклейки. Что у тебя там в бумажном пакете, в котором обычно прячут бутылочки? Футболочки. Футболочки. Отлично. О, с белой башней, кстати. Прикольно. Ой, классно. Классно. Ой, классно. Очень здорово. Есть что разыграть, поэтому, друзья, подключайтесь, отвечайте на вопросы, и выигрывайте. Ну, чуть попозже мы так же поиграем, пока все-таки к новостям вернемся. Про День города, про программу рассказали. Где смотреть салют в День города? Портал Момента, например. То есть, подборочка таких самых видовых, наверное, площадок. Ну, во-первых, это Олимпийская набережная около Дивса, если вы туда сможете попасть, конечно, потому что... Там битком обычно. Людно, да-да-да. Макаровский мост и площадка от Мафеста. Вот как раз. Прекрасные места для наблюдения, вообще приятные. Я предполагаю, что с самой площадкой от Мафеста будет... Ну, хотя нет, наверное, будет видно. Там недалеко. Будет там прям прямая видимость, так что-то без проблем. Дальше парк у храма на Крови. Там, напомню, это вот Вознесенская горка, и там, правда, такое высокое место, с которого видно все прекрасно. Но я предполагаю, что народу так же будет немало там. Ну, скорее всего, да, будут стоять и на Вознесенской горке, вот там вот сверху, через улицу, и внизу, там, где памятник Петру и Хавронию. Если вы не хотите стоять в толпе, пишут журналисты, то есть ресторан на высоте, не будем его называть, правда, у ресторана вообще-то, они забыли, окна выходят на другую сторону. А в отражениях окон? Ну, разве что. Разве что. Потому что, да, он находится на Малышево, этот самый ресторан в одном из торгово-офисных центров, но там прекрасная веранда, но все-таки вот так. Еще один ресторан в Ельцин-центре рекомендуют. Ресторан в Высоцком. Оттуда вид хороший будет, да, вот я уверен. Проверено. Да. Дальше семейный ресторан на Мамино-Сибиряка, грузинской кухни, ну и что-то я тоже не совсем представил. Ну и вообще самое эстетское место, вот абсолютный суперпризер, это бассейн в Высоцком. На Высоцком. Да, да, да. Вот даже так. Мне кажется, вот лучше точки наблюдения не придумать. Ты такой распарен, такой счастливый в бассейнчике, и фейерверк тебе. Да, но платно. Ну, конечно. Все это довольно дорого. Ну, в бассейне почти 3 тысячи стоит, поглядеть на саду. Хотя, с другой стороны, только раз бывает в жизни 301 год. 300 плюс 1. Да. Я за сохранение мероприятий, кажущихся неинтересными, говорит Илья Марков, недавний гость радио Комсомольской Правды. И напомню, что это начальник управления культуры администрации Екатеринбурга, вот, и с ним пообщался в портал 66.ru, также, в том числе, интервью с Марковым вы можете найти у нас на сайте radiokp.ru, в подкастах уже, вот. Ну, и вот, собственно говоря, тут посмотрели статистику журналисты, трехсотлетие, посетили у нас 1 миллион 200 тысяч человек, но это разные площадки, это не одномоментно, конечно, были. А, нет, прошу прощения, это 2019 год. Да, потом, понятное дело, был 2021, когда были ограничения на общественные мероприятия крупные, и вроде как вот в 22-м году чуть поменьше людей пришло, но опять-таки, что называется, надо ведь набить традицию определенную, да, когда два года подряд вы этого не делаете, вы немножко забываете, что нужно идти на День города в город выбираться, да? Да, да, да. Вот, ну, в общем, короче говоря, там поговорили про ресурсы, за счет которых оплачивается, что администрация города не единственный, так сказать, плательщик, заказчик мероприятий. Я считаю это нормально в большом городе, вот, потому что у нас, ну что, хороший большой город, у нас много активности, и смотрите, вот это же тоже важный момент такой, да? Мы все знаем про Ночь музыки, которая частная инициатива. Но была поддержана. Но была поддержана, да, совершенно верно, и грант президентский получала в том числе, это здорово, что есть вот такой формат. Мы все знаем, что, например, там, застройщики проводят День строителя, как в прошлой выходной проводило. Это тоже, в общем-то, по большому счету частная инициатива. Которая превращена уже в большой городской правитель. Совершенно верно. Во многих районах, которые параллельно проходят к тому. Совершенно верно. Медиаэкран на Вайнере стоит, частная инициатива. Можно спорить, хороший, плохой, но частная инициатива. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, и таких точек на Дне города тоже будет. Да, да, да. Когда частная инициатива, в общем, взяла на себя ответственность и что-то там провела, согласовав с городом. И, кстати, там еще интересный миф Илья Марков разбивает, как мне кажется, про то, что в основном на День города приезжают люди из других городов области, а местные все, мол, собирают манатки и куда-нибудь ускакивают. Ну, нет, нет, совершенно точно нет. Как раз-таки проверил опытным путем, выяснилось, что не такой большой процент и уезжает на День города. Многие остаются, потому что есть чем заняться, есть чем на что посмотреть. И горожанам тоже. Да. А еще мы из этой статьи узнали, что Илья Маркова классный кабинет. И, кстати, он сегодня будет гостем радио Комсомольской, правда, в очередной раз в итоговой программе Евгения Енина. Итоги с Евгением Ениным в неделе. В 18 часов можете послушать, то есть, вся выжимка про День города будет именно там. Да, там расскажут и про других соорганизаторов этого праздника. И про тех, кто на парках гоняет и танцует, и слушает разные виды музыки. В общем, будет как раз-таки про это тоже большой раздел, большая история. При этом напоминают, что День города будет у нас трезвым. Ну, хотя, господи. Вот. Дальше. Екатеринбуржцы смогут запечатлеть празднование Дня города на холсте. То есть, более сотни художников устроят пленэр. Будут зарисовать проходящих мимо людей, наносить на холст самые яркие события. Передавать атмосферу праздника через краски, так сказать. Вот. Насколько я понимаю, это будет в историческом сквере в парке Маяковского на Октябрьской площади, на площадке 4-го Международного фестиваля ландшафтного искусства Атмофест. 6-го, прошу прощения. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, то есть, такой организованный Атмофест, который разбит на несколько площадок. Прикольно. Минерал-шоу пройдет также у нас. Ну, в общем, будет чем заняться, чем насладиться на любой вкус и даже на любой возраст. У моей жены есть с ее подругой традиция, уже многолетняя. На День города проходит, как мы знаем, еще выставка кошек. Да, прекрасная. Прекрасная выставка кошек. Так вот, у них традиция заключается в том... Купать кошку каждый раз? Мы в очередной раз не пойдем на выставку кошек. Как вы все сделаете, я не понимаю. Я не знаю. Ну, вот это сила воли. Да, да, есть так. Кошечки такие миленькие, а вы не идете. Ну, что ж так. А мы не пойдем. Слушайте, у меня тоже завелась традиция одна. У нас рядом с домом есть магазин, товар для животных, и там появился попугай. Так. Так, появился попугай, и с попугаем, ну, попугай классный, большой такой, зовут Ник, вроде как мальчик, но вот такой с хохолочком, и он очень любит человеческую речь. То есть, я с ним захожу, здороваюсь, мы с ним что-то прямо разговариваем, уже месяц это продолжается, он меня уже слышит, голос из-за... Узнает практически, начинает поднимать хохолочек и пританцовывает. Очень милый картинник. Так что традиция, это прекрасно. Попугай очень умный. А какой, это большой какой-то... Слушай, да, это крупный попугай, он ярко такого розового цвета, не кокаду, что-то другое, но... У него очень много разновидностей. Да, ну, прекрасен, совершенно удивительный птенчик. Классно, очень здорово. Хорошо, когда тебя узнают в городе, да, Саша? Да, хорошо. Вот я ему вчера еще песенки пел. Боже мой. Ну, это прямо было прикольно. Прямо видно, что ему скучно, и он как бы вот недополучает внимания. А тут ты, а тут ты. А тут я пришел и говорю, давай, дружище, Ника, давай поболтаем. Да, хорошо, хорошо. Значит, что еще происходит у нас? Да, по поводу программы Дня города поговорили. В День города в Екатеринбурге в саду Вайнера сыграет Денис Мацуев, надо сказать. Вот. Это сад Вайнера, который за филармонией получается. Первого мая... Плачет, кстати, с давними историями музыкальными, еще с дореволюционными. Поэтому я все жду, когда там появится нормальная форма эстрады, когда вот с этим парком тоже вот как-то так аккуратненько поработают. Потому что можно найти фотографии, что когда-то там была и входная группа здоровски сделана. Она даже после революции какое-то время просуществовала. Плюс там были скульптуры. Очень клевые. К сожалению, ни одна из них до наших дней не дожила. Вот. А я бы хотел еще посмотреть. Я бы, знаешь, дорого отдал, чтобы посмотреть, как Ольга Серябкина исполняет свою маму Любу под аккомпанемент Дениса Мацуева. Было бы хорошо. Было бы, знаешь, вот есть такие очень... Коллаборации неожиданные. Коллаборации неочевидные и неожиданные. Вот мне кажется, это была бы одна из них такая история. Слушай, ну хорошо. Там интересно. И еще веселые Роджеры бы трюки акробатические вокруг делали. Это не обязательно. Да почему? Давайте добавим прямо. А Нина Ручкина читала стихи. Тоже интересно. Да? Тоже интересно, да. И размахивал платком. Хорошо, хорошо, да. Окей, давайте. Соберем необычную коллаборацию максимально. Ну, что, здорово. Здорово. Где и когда будет выставка кожи, в программе Дня Города ничего нет про нее. А сейчас найдем, кстати. Это интересно, потому что, вы знаете, я тоже не увидел пока, да, но просто я говорю, значит... Традиция. Значит, у моей жены и ее подруги традиция прервется. Не может такого быть. А, ну то есть нет, они в любом случае не пойдут на выставку кошек. Слушайте... Будет она или не будет. Она проходит, все, есть на нее ссылка 17-18 августа. Целые два дня. Окружной дом офицеров. А, в АДО. Вот там, в АДО. Городские кошки будут в доме офицеров. Вот так вот. Все. Запоминайте, друзья. По времени, по точному началу все можно найти в интернете. Ну, в общем, я вас сориентировал, когда и где. Подробности уже уточните. Ну, классно, хорошо. Но мы не пойдем. Все равно. Ну и зря. Окошечки вас ждут. Я согласен, Саша. Это милота. Да, это милота. Вот. Значит, про Дениса Мацуева рассказали. Конкретно это будет проходить Денис Мацуев. Ну, правда, это не бесплатно, как говорят. Потому что это часть фестиваля еще, к тому же. Green Royal Fest он называется. Вот. И вообще, Сатвайнер – это музыкальная площадка дореволюционного Екатеринбурга. Поэтому выбрали его не просто так. А с намеком. А с намеком, да, совершенно верно. Ну, и довольно дорогие билеты. Все подробности после блока рекламы и новостей. Не переключайтесь. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 7.33 в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов и радиомарафон, конечно же. Да, посвященный Дню города. Напомним, городу 301 год исполняется уже завтра. 300 плюс 1. Действительно. И, на самом деле, в прямом эфире сегодня на 12 радиостанциях, в том числе и на радио Комсомольской правда, проходит викторина с занимательными фактами о городе. Вопросы готовили специалисты-историки из Музея истории Екатеринбурга. То есть, все проверено. Все проверено. Проверено специалистами. Совершенно верно. Вот. Поэтому, друзья, вы можете звонить, писать нам. Давай попробуем мы сейчас позадавать вопросы, наверное, да? Ну, вот разного характера из истории города Екатеринбург. А вы попробуйте на них, друзья, уважаемые, поотвечать. Вот. И всем, надеюсь, будет хорошо. Вот. Такие дела. Напомню, наши координаты. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять. Ноль девять два три. Это для ваших сообщений. Три восемь пять. Ноль девять два три. Это телефон для ваших звонков. Вот. Ну, и что, Саша, с чего начнем? Слушай, ну, давай, 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 наверное, начнем с чего-нибудь прямо такого древнего. Прямо вот туда копнем в направлении год, ну, не знаю, пораньше возьмем что-нибудь, давай, тысяча семьсот двадцать шестой, например. Так, четыре года от основания, нет, три года от основания Екатеринбурга, да? Да. От официального, потому что дата, на самом деле, дата оспаривается. Мы с вами говорили об этом также, и Андрей Ербуленко наш, вот, историк рассказывал об этом, да? Но принято за дату основания считать вот там тогда-то и тогда-то. Хотя, фактически, мы знаем, в ноябре. В ноябре. Ну, ладно. Ну, просто неудобно отмечать в ноябре, холодно очень. Опять-таки, Мацуев не выступит, пальцы замерзнут у него в парке Вайнера. Ну, можно в рукавичках. Окей. Так. Ну, очень-очень важная история, конечно, при постройке любого нового города, это то, какой храм появится вот в этом городе первым. Так. Вот сейчас, как раз-таки, про него мы вас, дорогие друзья, и поспрашиваем. Давай. Вот как раз-таки, тот самый первый храм, который построили в Екатеринбурге, у Екатеринбурга еще гордым, по сути, не был. Он был таким заводским предприятием, обнесенный... Крепостью. ...современных представлений, да? Крепость-завод. Крепость-завод. Итак, внимание на такие вопросы. На нашем вот этом первом храме были еще и уникальные железные часы. Так. Которые очень нужны были на предприятии. Ну, это важно, да, чтобы вот сопоставить время, там, процесс какие-то настраивать металлоделательные и так далее. Вот в каком году на колокольне первого храма города Екатеринбурга установили железные часы? Да, вопрос. Вопрос. Вот такой вопрос. Время пошло. Время пошло. Да, пишите, звоните. Я, к сожалению, не смогу изобразить вот ту самую... Паум. Значит, да, пишите, пожалуйста, плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь... Спасибо, Александр. Три восемь пять. Ноль девять два три. Кстати, не обошлось и без тюменского следа. Как всегда. Потому что вот тот самый церковь, та самая церковь во имя святой Екатерины, там иконостас делал строгановский мастер Фёдор Охлыпин и резчик из Тюмени Василий Карпов, надо сказать. А вот, да, в каком году часы появились? Вот тот самый вопрос, друзья. Вот вопрос, пожалуйста. Пишите, да, в каком году установили на этот самый храм железные часы, которые были соединены с церковными колоколами, отбивавшими время? Нам пишет храм святой Екатерины 1726-й, два ответа таких нет. Чуть-чуть. 1728-й сообщение от Евгения. Да, это правильный ответ. В феврале 1728-го года на колокольне установили железные часы. Так что правильный ответ вы дали. Браво, браво, браво. И приз, ну, я не знаю, Павел, наверное, будем формировать с вами какие-то призы комплексные. Ну, мы сейчас назовем, что мы дадим, комплексные призы. Да, я думаю, что мы дадим специальный малый тираж открыток, выпущенных в Дню города. К этому бонусам дадим еще очень классный браслетик. Это номер, номер, номер два. Ну, так, для разогрева был вопрос. Ну, и, наверное, давайте открытку еще одну большую. Давай что-нибудь еще существенное. А, существенное ты хочешь? Бейсболк. Бейсболк. Все, хорошо. Итак, ваш приз – это набор открыток, специальным малым тиражом выпущенным, браслет модный для того, чтобы гулять по городу и наслаждаться погодой. И бейсболка с фирменным логотипом Екатеринбурга. Да, давайте мы сразу объявим, как мы будем подводить, ну, вернее, как мы будем связываться. Мы всех сегодня, за сегодняшний день, всех наших сотрудников обзвонят. Вот, мы фиксируем, кто что выиграл, поэтому, пожалуйста, да, не волнуйтесь, до всех дозвонимся. Подарки можно будет забрать, причем не обязательно сегодня. Слушай, ну, все-таки давай какой-нибудь дедлайн сделаем, потому что, мне кажется, если в течение года человек не приходит, как будто бы глуповато, да, что надеется, что что-то останется. Я имею в виду, что не обязательно прямо сегодня приезжать. Да, на следующей неделе можно приехать, это не проблема. Ну, вот сегодня у нас 16 августа, давайте сделаем так. Так, чтобы, ну, месяца-то два хватит нам. Да я, да меньше. Ну, все, месяц, друзья, месяц, вот на то, чтобы подарки заправить. В общем, всех обзвоним, всем напомню. Все, первый приз ушел. У нас званочки есть, 3850923, здравствуйте. Здравствуйте, с наступающим праздником, Василий. А, и Вас, с наступающим тоже. И у меня предложение такое, вот, мне кажется, для устроителей надо, если люди пришли в костюмах той поры пропускать на такие мероприятия, как концерт Мацуева, например, вот, это было бы великолепно, это был бы костюмированный бал, можно сказать, на религород. Ну, вот, мое мнение такое, спасибо, до свидания. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Хорошо, давайте зададим, наверное, вопрос из сферы культуры и искусства. Давайте, Павел. Как тебе такой, хорошо, вариант? Разворот, отличный. Разворот, можно сказать, да. Значит, назовите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, фамилию одного кинорежиссера, который окончил, ну, в том числе, Уральский политехнический институт. То есть, он режиссер, но окончил Уральский политехнический институт и, в общем-то, долгое время работал... По профессии? По другой. Железнодорожником. Железнодорожником, даже так. В Свердловском филиале Всесоюзного института железнодорожного транспорта. Прекрасно. Так-то. Но вообще, его имя неразрывно связано, ну, вот, в том числе и с Свердловской киностудией. Угу. Вот. Ну, потому что, во-первых, ну, вот он долго учился здесь. Потом он организовал при Ленинском районном комитете в ЛКСМ Свердловска одну из первых на Урале любительских киностудий, так сказать. Интересно. Его фамилию назовите, пожалуйста, да? 3-8-5-0-9-2-3. У нас звонок есть. Доброе утро. Алло. Алло. Доброе утро. Да, здравствуй. Доброе. Меня зовут Сергей. Сергей, здрасте. Я думаю, что, скорее всего, это Глеб Панфилов родился в Магнитогорске. Да. Да, да, совершенно верно. Вы правы, совершенно. Глеб Панфилов, его судьба тоже неразрывно связана. В 1934 году, если я не ошибаюсь, он родился. В 1934 году, совершенно верно. Да, вы правы, совершенно. То есть, человек, получивший техническое образование, действительно, и преподававший, работавший, в принципе, в железнодорожном вузе. Да, действительно так. Это Глеб Панфилов. Да, все верно. Все верно. Мы вас поздравляем. В подарок вам достается футболка с изображением Белой башни и еще один браслетик там тоже в комплекте. Сергей же, Сергей же, да? Я благодарю вас. Как раз-таки в понедельник, не далее, чем в понедельник, у меня состоится день рождения. Отлично. 45 лет нынче мне исполняется замена паспорта. Я, наверное, на паспорт сфотографируюсь в этой футболке. Вот у меня идея какая. Отлично. Спасибо вам большое. Сергей, поздравляем. Отлично, правда, это здорово. Мы запишем, кому что даем. Паша, ручку дай мне. Я сейчас прямо на пакетике напишу, что это для себя. Да, хорошо, хорошо. Хотя вот были варианты Федорченко. Нет, не Федорченко. Да, действительно, это Глеб Панфилов, собственно говоря, был тем самым режиссером. Хорошо, хорошо. Слушайте, а давайте вот еще, ну, уже режиссерскую тему затронули, поскольку все знают прекрасно Григория Васильевича Александрова, тоже режиссер, супруг Любови Орловой, суперстар советского кино, и он, и она, да, веселые ребята и прочие-прочие-прочие хиты, цирк и так далее. Все, что называется, создано было этим талантливым режиссером, который вообще-то родом отсюда, из Екатеринбурга. А вот, внимание, вопрос. Какой вид недвижимости принадлежал деду сначала, а потом отцу Александрова в Екатеринбурге, в самом центре города, на нынешней улице Малышева? Вот какой вид недвижимости принадлежал, скажем честно, состоятельные были люди? Что бы там Александр Георгиевич не рассказывал в биографиях, да, и про свою фамилию Марманенко, как будто бы настоящую. Ну, в общем-то, было не так, фамилия настоящая у него Александров. Что за вид недвижимости был в собственности у его деда и его отца? Вот напишите нам, друзья, напишите или позвоните, чем владела, в общем-то, небедная семья Александрова. Интересно. Здравствуйте, дом пишут нам. Ну, дом, я так понимаю, что... Какой вид, какой вид, какой вид недвижимости, да. Что именно? Дом-то, да, ну, скорее, недвижимость всего это всегда почти дом, да, вряд ли мост. Ну, логично, логично. Что там в этом доме было? Я сам не знаю даже. Ну... Я не знаю, это интересный вопрос. Так, хорошо. Итак, пишите, пожалуйста, плюс семь девятьсот пятьдесят три, три, восемь пять, но девять, два, три. Звоните, три, восемь пять, но девять, два, три. Дом с камином, пишут нам. Нет, 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 вот прямо вид, вид. Усадьба? Нет, не усадьба. Вид недвижимость. Интересно. Ну, дом, это да, это некое строение. А вот функционалка какая у этого строения была? Дача? Нет, не дача. На Малышево, это центр города, даже тогда. Ну, да, логично. Даже тогда. На современной улице Малышево. На современной улице. Проспект, да? Да. Называется, да. Да. Вот. Пишите, пожалуйста, плюс семь девятьсот пятьдесят три, звоните. Плюс семь девятьсот пятьдесят три, три, восемь пять, ноль девять, два, три. Звоните, три, восемь пять, ноль девять, два, три. Что, чем владела семья... Семья. Да. Выдающийся режиссер Александрова. Да, совершенно верно. Интересно. Ждем от вас ответов, потому что, ну, там... О, звоночек у нас. Звоночек, да. Давайте послушаем. 3850923. Доброе утро. Доброе утро. А это не дом, который находится на углу Пушкина, Малышева? И там было пятиное заведение. Нет, 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 не тот дом, не тот дом, не тот. Спасибо большое. Нам пишут доходный дом. Да, все верно. Доходный дом. Отлично. Правильно, доходный дом. Да, именно доходным домом владел дедушка потом и отец Александрова. В котором останавливались путешественники, в котором останавливались люди, которые ехали на ярмарку, на поторговать и на хлебную площадь и так далее. Так что, да, все верно, доходным домом он владел. Ну, апартаменты, доходный дом, в общем, какой из вариантов вам больше нравится, современный такой, и выбирайте. Все правильно. У меня только просьба к тому человеку, который нам написал имя, на ответ, имя напишите, пожалуйста. Номер мы видим, а имя, пожалуйста, черкните нам, чтобы мы знали. Ну, я думаю, что, Павел, ну, наверное, сложный вопрос ведь был, да? Сложный, да. Рюкзак? Что, рюкзачок? Рюкзачок. Значит, белый рюкзак с логотипом Екатеринбурга и браслетик туда же. Вот, собственно говоря, не забудьте имя написать, пожалуйста. Доходный рюкзак будет. Доходный рюкзак, да. Мы надеемся. Все, мы тут перекладываем пока. То, что мы шелестим, мы шелестим непросто так. Это значит, мы уже откладываем то, что выиграли. У нас, тем не менее, все равно остается еще островочек подарков и призов, с которыми мы сегодня планируем таки расстаться. Напишите нам, пожалуйста, имя. Да, тот человек, который ответил про доходный дом, все правильно. Да, вы сделали абсолютно верный ответ. Да, совершенно верно. Еще один звонок у нас есть. 3850923. Доброе утро. Доброе. Еще раз доброе утро. Вот это вот Сергей, который будет праздновать 25-летие в понедельник. Павел, я вот всегда дозвонюсь, но почему-то забываю. Хочу у вас всегда, именно у вас спросить. Волью и судеб, а именно по желанию моей супруги, я пару лет назад наконец-то оказался в оперном театре нашем, в Екатеринбургском. Так. Вот. Мне очень понравился спектакль, а самое главное, я услышал голос, когда объявляли, значит, там, где присаживаться, где что, как там, вести себя. И там на английском языке говорили, и, по-моему, это был ваш голос. Это мой голос, да. Действительно так, театр оперы и балета просил меня записать эти заставочки, правда. Это так. А, классно. Спасибо большое. Я был очень поражен, как бы, да. Это очень красивое, ну, на мой взгляд, очень красивое произношение. Я такой, этот по-любому Павел с Радио КП. Да, спасибо, это я. Спасибо большое. Ой, Павел, спасибо. Замечательно. Да. В нежных местах можно встретить Павла, даже не телесно. Ну, и вас, Александр, тоже. А, да. Да, будем честны. Окей. Ну, что, еще один звонок у нас есть. 3850923. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Олег Екатеринбург. Олег, здрасте. Маленькое уточнение по поводу дома, который принадлежал семейству Александровых. Малышева, 68. Малышева и Роза Екатеринбург перекресток. Дом был гостиницей. Угу. Все-таки. То есть... Это, мне кажется, важное уточнение. То есть, вы имеете в виду, что недоходный дом, да? Это имеется в виду? Ну, может быть, он потом в дальнейшем был доходным домом. Но изначально он считался одной из лучших гостей. Ну, смотрите, вы немножечко путаете, потому что вот Александру принадлежал дом, где сейчас Стрелец в магазин находится, не является рекламой. Вот на этом месте. И там был написан апартамент Александрова. Прямо она? Ну, вот, да. То есть, она была немножко подешевле, чем американка для проживания, подешевле, чем Эрмитаж или Пале Рояль. Ну, то есть, это, в принципе, немножко такой был класс пониже по месту размещения. Но, тем не менее, да, вот эта точка, вот эта точка как раз-таки принадлежала Александрову. Спасибо за звонок. Так, давайте, Павел, к следующему вопросу, наверное, перейдем. Давай, у нас есть больная тема, Саш. Ой, грязь на Урале? Это вторая больная тема. Или первая больная тема. Или первая больная тема. Общественный транспорт. Общественный. Так, хорошо. Так вот, значит, как утверждают историки, собственно говоря, запущен был первый общественный транспорт, вы не поверите, летом, во всяком случае, летом 1924 года, ровно 100 лет назад, об этом написала газета «Уральская рабочая». И вот что это был за вид общественного транспорта? Ну, и такой мега, наверное, еще приз тому, ну, не знаю, приз, не приз, ну, короче говоря, дополнительное наше уважение тому, кто скажет, какие точки он соединял этот общественный транспорт. Вот такой вопрос. Итак, 100 лет назад, ну, во всяком случае, приписывается, тот самый первый общественный транспорт, который был запущен, что это было такое, и какие две точки он соединял. Хорошо. То есть он больше не менее останавливался. Нет, ну, он делал по пути две остановки, чтобы принять новых пассажиров. Вот, надо сказать, примерно тут в центре, но вот что это такое? Причем за проезд такса составляла 25 копеек. Ну, недешево. Да, да, такое, прямо скажем. Ну, и вот где это было, что это за такой парк был транспорта? Дайте, пожалуйста, нам знать. Плюс семь девятьсот пятьдесят три, три восемь пять, ноль девять, два три. Нет, вот там пишут, трамвай на виз, пишет Сергей. Нет, это не так. Троллейбус, химаш, вокзал. Тоже нет. Тоже нет. Ну, 1924 год, сто лет назад. Еще все-таки не троллейбус. Троллейбус был тоже, и он был важен. Если вы помните, жители дороги сами вкапывали столбы. Да, на химаше это было. То есть, в общем, обязали тех, кто жил рядышком, самим выходить и копать яму под столбы электрические. Да, все верно. Совершенно верно. Вот, и что это был за вид общественного транспорта? Какие точки он соединял? Да, напишите нам. Да. Ну, в принципе, если не удастся вспомнить, какие точки, то хотя бы нам дайте типологию этого транспорта. Потому что, смотри, это вопрос с такой подковырочкой. Ну, конечно. Мы других не сдаем. Потому что это не совсем... То есть, сейчас такого вида общественного транспорта, ну, наверное, в городе нет. Ну, во всяком случае, я не помню, что где-то осталось. К сожалению. Да. Потому что, ну, да, вот, если честно, вот смотришь иногда, думаешь, вот не хватает. Вот прямо не хватает. Может, и хорошо, что от них избавились. Не уверен. Ну, вот, мне кажется, хорошая история, вот, если бы возродить, а вот было бы классно. Опять-таки, мечта, которой грезили и в 19-м, и в 20-м веке, да в 21-м веке тоже она регулярно появлялась. И в 1 апреле, когда шуточка одна появилась, которую растиражировали, и которая потом оказалась, в общем... А ты уводишь наших слушателей не в ту сферу. Это не тот вид вообще. Он достаточно традиционный. Традиционный. Да, да. Водный трамвай или трамвай пишут там. Нет. Гужевая повозка? Нет. Не совсем нет. Это уже была вполне себе самоходная повозка. Но вот какая конкретная и куда ходила? Самое интересное. Вот. Дайте, пожалуйста, знать. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять ном девять два три. Это для ваших сообщений. Телефон для звонков. Три восемь пять ном девять два три. Голосом, если вы хотите позвонить и сказать, какой вид общественного транспорта тут у нас в городе был самым первым. Хотя, конечно, да, приходит... Смотрите, речь именно о том транспорте, который возил не... Ну, знаете, то есть не извозчик, который везет, ну, например, там, не знаю, четыре человека. А вот именно такой вот, который можно было уже назвать общественным. Еще не номерным, но общественным. Вот. Вези меня, источник, по гулке мостового. Извозчик там. Да? Да ладно. В оригинале, так сказать. Рафиан Васильевич. Хорошо. Так, что она пишет? Здравствуйте. Может, вспомним Высокинского фуникулера? Нет. Предположение хорошее, но не фуникулер. Это мечта, которая осталась мечтой. Да, да, да. Пока, во всяком случае. Ну, знаешь, было бы здорово. 3-8-5-0-9-2-3. У нас звонок есть. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Ребята, а может, это конка была? Нет. К сожалению, нет, не конка. Неправильно. Хотя предположение, да. Нам еще пишут предположение. Дирижавль. Нет. А было бы тоже классно. К сожалению, нет. Я говорю, что это более традиционная такая история все-таки. Вот. Такси. Нет. Ну, такси все-таки не является видом именно общественного транспорта. Как такси, там, извозчик и так далее. А вот тут в этом, как бы это сказать, в этот вид общественного транспорта помещалось, знаете, сколько? Сейчас скажу. Там человек прямо обозначено было количество. 20 мест. 20 мест. Ну, то есть, вполне себе общественного транспорта. Согласись. Да, соглашаюсь. Так. Автобус. Электричка пишет нам. Ну, давайте так. Автобус – это близкий вариант. На самом деле, тогда это называлось автомобиль-автобус. Близко, да? Да. Куда он ходил? Так, куда? Нет ответа? Пока. Ну, вот нам пока не написали. Давайте подскажу. Ну, давайте. Там был дом отдыха. Да. Сложный вопрос показался. Ну, да. В общем-то, непростой. Чувствует мое сердце. 3-8-5-0-9-2-3. У нас звонок. Еще один есть. Доброе утро. Доброе. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Это автобус автомобиля, который ходил на дом отдыха на Шарташе. Да, совершенно верно. Вы правы, совершенно. 20 мест. Запустили его в 1924 году летом. Ну, во всяком случае, об этом писала газета «Уральский рабочий». И соединял он площадь 1905 года и дом отдыха на Шарташе. Действительно, это было так. Как вас зовут? Ирина. Как? Ирина. Ирина. Очень приятно. Ирина, мы зафиксировали ваш номер телефона. Что отдадим? Слушай, непростой вопрос. Непростой вопрос. Тогда, может, дождевичок и книжку? Дождевичок и книжку. Отлично. Вот книга «Дневник хорошего человека». Да. Вот замечательная книжка про всякие штуковины психологические и эмоциональные рассказывает. Отлично, да. Мы зафиксировали номер телефона. В течение дня мы всех обязательно обзвоним, со всеми свяжемся, всем расскажем, как забрать подарки хорошие от города Екатеринбурга. Отлично. Все. Слушайте, ну давай, совсем времени мало остается. Вопросик будет из 1853 года и тоже про практически общественный транспорт, но который ходил по воде. Вот по Верхседскому пруду запустили 31 июля в 53 году 19 века пароходик. Толесный. Так. А вот как он назывался? Прогулочный пароходик, как он назывался? Ух, сложно. Ну да, ну такое красивое, певучее, можно сказать, название, связанное с функционалом. И, в общем, это некая птица. Подсказку прямо, да? Времени совсем мало остается. Да, боже мой. Ну прямо, да. Итак, еще раз. Давай сформулируем. В 1853 году по Верхседскому пруду начал ходить колесный пароход с очень красивым, поэтичным названием. Он возил людей, люди смотрели, прогуливались, наслаждались видами. Имел название, схожим с названием одной красивой птицы. Слушайте, у нас есть прекрасное сообщение. Кура. Кура. Кура-гриль. Прекрасно, это прекрасно. Еще предложение есть. Нет, неправильно. Ласточка. Нет, не ласточка. Чайка. Не чайка. Жар-птица. Нет, мимо. Звонок принимаем. 3850923. Доброе. Алло. Алло, алло. Нет, ну, видимо, птица... Да, слушаем вас. Жар-птица. Нет, не жар-птица. Ну, эта птица вполне себе настоящая, такая встречается, и на Урал прилетает. Нам пишут еще журавль. Нет, ну, в верное направление идете. Красивая такая, метафорическая. Гамаюн. Нет, там остров Гамаюн. Калибрии. Нет. Лебедь. Лебедь, правильно. Лебедь, да. У нас есть правильный ответ. Ну, тут два человека ответил, но он правильно первым ответил. Представьтесь, пожалуйста, напишите ваше имя. Номер телефона заканчивается на 3176. Вот. Альбатрос еще пишет. Нет, нет. Альбатрос тоже красивый. Альбатрос, это из другой песни. Да, слушайте, ну, к сожалению, фотографий вот этого лебедя не осталось. И остался фотографий другого рабочего парохода, который возил сотрудников. Да, из одной точки в другую, как раз-таки работников завода в том числе. Он прям один в один, как из сокровища Агры. Помнишь, фильм был про Шерлока Холмса советский? Да, который. Вот прям один в один, как тот пароход из погони. Что мы дарим за лебедя? За лебедя мы дарим футболку. За лебедя мы дарим браслетик. Ну, мы еще поиграем в следующем часе, конечно же, да? Остались у нас призы? Призы, да, остались. Отлично. Так что вот такой вот набор мы вручаем. Отлично. Свяжемся обязательно со всеми, кто выиграл. А имя? Владимиру. Владимир. Все, Владимир, записали. Все, записали. Мы сделаем сейчас небольшую паузу для рекламы и новостей. И продолжим наш розыгрыш в следующем часе. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро, друзья. Да, доброе утро. Приветствуем всех, друзья. У нас еще призы есть. Об этом нужно убедиться, если поглядеть нашу трансляцию. 3850923. Телефон для звонков. Сообщение в WhatsApp. Плюс 7953. 3850923. Пишите. Слушайте. Есть прекрасная история. Да, мы сегодня разыгрываем. У нас остались не такие крупные призы, как... Мы уже успели. Но вполне себе. Значит, внимание, вопрос, друзья. Можно я свою позвонить? Да, да. Там еще вопросы. Смотрите. Значит, как мы с вами знаем, у нас был в советское время, ну, в ранние советские годы, тренд на все общественное и против всего частного. Ну, так скажем, да. И вот была одна история, которая была призвана освободить женщин от пут домашнего хозяйства. Например. Хорошо. Так. Вот. То есть, в 1920-х годах, сто лет назад, как раз-таки вот ширилось то самое движение. Вот. Освободить женщин от примусов, закопченных кухонь, им был объявлен бой. И, собственно говоря, была построена первая Свердловская фабрика-кухня, которую спроектировал Валерий Парамонов. Вот. Где? Где ее построили? Где ее построили? Дайте, пожалуйста, перекресток улиц, которые сейчас существуют вполне себе. Где это было построено? А здание живо еще? Здорово? Хороший вопрос. Я сейчас посмотрю прямо. Да. Так, друзья, где первую фабрику кухни построили в уже Свердловске? Да. Пишите, пожалуйста. Напомню, наши координаты. Плюс семь девятьсот пятьдесят три. Три восемь пять, ноль девять два три. И также у нас есть телефон. Три восемь пять, ноль девять два три. Итак, где была построена первая фабрика-кухня в городе Свердловск? Ленина-52 пишут нам. Нет. Это не там. Это тоже, в общем-то, центральная. Можно сказать, что центральная часть города, но не Ленина-52. Нет. Вот. Немножко в другом месте. Да, да. Совершенно верно. Я просто хочу про нее еще сказать. Производительность этого грандиозного комбината питания составляла десять тысяч обедов. Причем три тысячи употреблялись на месте, остальные развозились в термосах в виде полуфабрикатов по другим местам питания, по точкам питания, по столовым там и так далее, и так далее. Городок чекистов пишут нам. Нет. Не городок чекистов. Да, это был, собственно говоря, центр города, но не городок чекистов. Так, звонок есть у нас. Три восемь пять, ноль девять двадцать три. Доброе утро. Доброе утро. Мне кажется, это в районе Малышева, Сакка и Ванцетти. Ну, старые дома стоят, которые еще со стеклянными переходами. По-моему, там было... Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Спасибо большое. Это же Уралмайш пишет нам. Нет. Это относительно центра города. Малышева-Луначарского. Нет. Слушайте, это удивительно. Я вот, я скажу честно, положу руку на сердце, я тоже не знал. Правда не знал. Ну, подсказку какую-нибудь дайте, Павел. Ну, как-нибудь там, помогите. Ну, вот, я не знаю. Помогите. Помогите. Я не знаю, как... Как бы подсказать. Ну, смотрите, смотрите. Сложное Г-образное здание располагалось вблизи городского центра. На пересечении улиц... И тут мы сделаем небольшую паузу. Его неправильная уступообразная форма диктовалась самим ландшафтом. А, интересно. Ну, вот, хорошая подсказка. Хорошая. Не знаю. Ну, мне кажется, да. Ты-то понял? Отразил? Я понял. В принципе, да. На фото есть, на самом деле, трамвай. Но трамвай там не ходит сейчас. Сейчас на трамвай? Нет. Нет. Жаль, конечно. Ну, грустно, конечно. Ну, а что делать? Да, на фотографии. Ну, вот я сейчас смотрю, пытаюсь найти, есть ли это здание в данный момент. Насколько я понимаю, сейчас его нет. Либо оно как-то вот спряталось в городской застройке, потому что, ну, видимо, было перестроено как-то во что-то другое. Но я не вижу, во всяком случае, чтобы сейчас это здание существовало. Но, вот, тем не менее, она, эта улица есть. Причем, насколько я понимаю, их названия с тех пор не поменялись. 3850923. У нас есть звонок. Доброе утро. Доброе. Алло. Да, здравствуйте. Да, уголкой Бышевого начальства. Нет, к сожалению. Спасибо большое за ваш звонок. Это не там. Так, Ленина, Хохрякова, маршала Жукова. Нет. Там, где хлебзавод, который на Свердлова. Ну, вот, близко, близко. Домконтор нет. Но у нас есть правильный ответ. Мельковская, Свердлова. Прямо, прям, да, 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 совершенно верно. Мы вас поздравили. Ну, вот, у нас выиграл этот человек уже, это Евгений. Евгений, не знаю, у нас есть дилемма, конечно. Есть дилемма. Еще подарочки или нет? Давай дадим. Ты хочешь дать, ты все-таки вот так вот, да? Да. Действительно, это здание такое, знаете, оно по современным меркам как бы двухэтажное, но там очень большие окна. Фабрика кухни ЦРК написано. Было, написано было. Не совсем, правда, представляю по тому фото, где оно отображено сейчас. Паш, ну, это же смак нынешний. Нынешний смак. Вот это Свердлова улица, вот тут кусочек. Не узнается, правда. Да, не узнается. Ну, здание сильно переделано, вот это оно там. Да, это фабрика кухни, которая много чего повидала на своем веку. Да, в том числе, в том числе. И там часть хлебозавода находилась. Да, ну, в общем, вы совершенно правильно дали адрес. Это пересечения. Просто Мельковская, я так понимаю, тоже была перестроена. И сейчас ее в том фрагменте нет. Она есть через дорогу, но вот конкретно там ее нет. Да, да, оттуда она была. Я же правильно ответил, но не первое, к сожалению. Ну, мы вам тоже дадим какой-нибудь подарочек. Ну, все, тогда два подарка я... Резервируй, пожалуйста. Все, убрал, вот убрал два подарка, все. Отложил, отложил прослите. Крой на свердловку. Ну, да, да, все пойдет. Да, все верно. Хорошо. Все, подарки получаете. Осознали. Мы осознали. Послеты, наклейки и открытки очень классные, модные, стильные. Одинаковые, чтобы никому не было обидно. Максимально близко. Так, давайте еще один вопросик, наверное, ну, сколько? Или есть у нас время? Есть время. Друзья, вот напишите, вообще на Урале много чего изобретали, да, и велосипедом тут изобретали, и паровозом тут изобретали. А вот еще изобрели русскую мозаику, технику русской мозаики, наши камнерезы. Вот что это такое? Вот что это за техника русской мозаики, которую изобрели уральские камнерезы? Что эта техника позволяла делать? Ждем вот от вас ответа на этот вопрос. 3850923, можно позвонить, можно написать, плюс 7953-3850923. Что за такую технику русской мозаики придумали уральские камнерезы? Зайка-мозаика? Зайка-мозаика, хорошо. Но я не угадал, конечно. Нет, Павел, мимо. Пока мимо, будем надеяться, что в следующий раз все удастся. Вообще, на самом деле, у нас есть еще и, знаете, такое, как бы 300 имен, и вот я сейчас смотрю, один художник камнерез, конечно, Денис Фуральский, Алексей Казмич. Не он? Нет, не он, не он. Ну, вот что-то, в чем была фишечка этой техники? Вот чем она была? Необычно. Прикольно. Кстати, Денис Фуральский, если уж говорить про его историю, у нас есть бульвар его имени, да, как мы знаем. Так вот, он изобрел еще одну технику тоже, и вообще конкурировал с известной фирмой Фаберже, как пишут, в производстве. Маэстро настоящий. Да, да, серьезно. То есть, это настолько серьезный камнерез был, настолько серьезный художник камнерез, что вот так вот. Уважением большим к нему исполнились все. Нам пишут, облицовывать малахитом камни. Ну, да, все правильно. Да? Все правильно, да. Да, русская мозаика, это вот то самое изобретение, когда оклеивали тончайшими чешуйками малахита либо лазурита, и позволяло это создавать иллюзию монолитности камня. То есть, на самом деле, в основе был какой-то другой камень, может быть, менее ценный, но благодаря тому, что очень точно, очень технично подгоняли эти чешуйки, было ощущение, что из одного массива вырезана ваза, например, или какой-нибудь бюстик и так далее. Так что, да, вот она самая русская мозаика. Спасибо вам большое. Правильный ответ дали. Браво, 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 браво. Отлично. Вообще, если говорить про Денисова Уральского, то надо сказать, что у него анималистика в его творчестве. Изображение животных. Изображение животных, да. Вообще он создавал наборные картины, горки, пресс-папье. Все, на самом деле, то, что сейчас есть у нас в торговых сетях разного характера, такие вот уральские сувениры, на которых даже глаз не задерживается, тогда это было в новинку все-таки, да. Горки, вот эти самоцветные знаменитые. Совершенно верно. Чернильницы, там, рельефные карты Урала, ювелирные украшения, понятное дело, из камня, да. Вот, собственно, это все Денисов Уральский. Но это не он. Вот, в нашем вопросе. Такие дела. Что еще? Есть у нас еще подарочки? Или мы к новостям перейдем? У нас есть подарки, но, слушай, еще, наверное, подарок это два. А зонтик мы с тобой не разыграли еще? Два-то мы подарим. Так, два подарочка. Нет, зонт у нас еще не ушел. Зонт еще наш, во владении находится. Поэтому, к сожалению, или нет, мы должны его разыграть, Павел. Не может себя оставить. Хотя сегодня, обещаю, дождливую погоду, и мы с вами собираемся сегодня тоже наверняка прогуляться погодой, посмотреть, чего интересного происходит, как готовится он к празднику. Тем не менее, к сожалению, зонтик еще мы никому не отдали. Ну да. Вот. А давайте вот такой вопрос зададим. Он тоже показывает про известную фигуру, про известного человека из города Екатеринбурга. Учился он в гимназии номер два нынешний. Но успех и известность к нему пришла благодаря не Екатеринбургу, а другому городу. Городу Санкт-Петербургу. Что за творческий человек? Что за невероятный талантливый человек, который открыл для России, для всего мира молодого актера, сына известного режиссера. Что за кинорежиссер? Учился во второй гимназии, нынче это Пестеревский переулок. Так. Получал премию Ника дважды. Это уже история современная. Более современная. Современная. Получал премию кинофестиваля Кинотавр. Ну и на международных кинофестивалях тоже отличился. Говорят, что этот человек создал свой собственный стиль. Вот если есть Петербург Достоевского, то можно сказать, что есть и Петербург его. Нам пишут. Здравствуйте, может быть, Хатиненко? Нет, не он. Макеранец? Нет, не он. Но у нас есть правильный ответ. Балабанов. Да, правильно. Балабанов ведь? Правильно. Алексей Октябринович Балабанов. Юлия дала правильный ответ. Юлия, мы с вами свяжемся обязательно. Ну, я думаю, тут уже зонтик можно. Юлия, в общем, вам зонтик и браслет в нагрузку тоже будем вам дарить. Потому что, ну, как-то хороший человек, почему бы не подарить что-нибудь еще дополнительное? Да. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы новостей. Оставайтесь с нами, друзья. 8.16 Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Я напомню, что сегодня на многих радиостанциях Екатеринбурга проходит такой марафон к Дню города. Рассказываются истории города, задаются вопросы про биографию Екатеринбурга. И, в общем, вы прекрасно на вопрос наш отвечаете. И мы тоже участвуем, конечно же, в этом марафоне, поэтому вот все, да, и подарочки поразыгрывали. А сейчас просто истории хотим порассказывать, и, может быть, тоже вопросы позадавать, потому что у нас уже, наверное, все закончилось, да? Ну, там осталось буквально парочка небольших призов. Ну, не знаю, может, последний вопрос зададим? Давай. На Свердловской киностудии, даже несмотря на то, что вокруг шла война в 1944 году, Великой Отечественной, да, она продолжалась, тем не менее снимали фильмы. Так вот, дорогие знатоки, внимание, вопрос. Первым фильмом Свердловской киностудии, снятым в истории нашего замечательного подразделения художественного, стал фильм по мотивам, как его правильно назвать-то, не мюзикл, вот раньше-то это как слово-то, вот не мюзикл, вот прежде как назвали, ну, нынче мюзикл. Музыкальная комедия? Да, мускомедия. Музыкальная комедия. А так вот, что за произведение легло в основу первого фильма Свердловской киностудии, снятого в 1944 году? Что за произведение вот в жанре музыкальной комедии легло в основу первого фильма Свердловской киностудии? Нам пишут «Сильва». Да, это правильный ответ «Сильва», все верно. Отлично. Там сразу история возникает такая, что удивительно, критикам фильм не понравился, а вот зрители были в восторге. А это же частая история, кстати. Да, и ходили, и ходили на фильм не по одному разу, причем... Перед-то вот пишет он, да, это скорее опередно. Скорее опередно. Да, и ходили туда по нескольку раз, то есть фильм, правда, был крайне успешен, и надо сказать, что вот именно с музыкального фильма начинается история Свердловской киностудии. И жалко, что мы от этого вот когда-то начавшегося тренда отошли. Представляешь, если бы Екатеринбургская, ну ничего, и она же Свердловская киностудия, теперь произвела много музыкальных фильмов и стала таким Болливудом на Урале. Мамма-Мия, например, да? Вот что-нибудь в этом роде, да. Раму и Джульетта Базалурумана, да? Ну да, да. И почему это происходило? Потому что была невероятно сильная музыкальная и оперная школа в Свердловске тогда. Слушай, но сейчас, если говорить совсем честно, снять оперетту или там музыкальную комедию, или как сейчас называется фильм-мюзикл, это технически безумно сложная задача. Сложно. Прямо безумно сложная. Посмотрите, как снималась там та же самая Мама-Мия по песням Аббы. Там же актеров нужно натренировать петь. Они должны быть при этом и профессиональными актерами. Причем актерами кинематографическими. Театральные не всегда подходят. И так далее, и так далее. Это прямо реально огромная задача. Вот. У нас Лемешев даже пел в оперном, пишут нам. У нас очень богатый в плане того, сколько музыкальных талантов здесь побывало. Вы меня записали, пишет нам Ксения, которая дала правильный ответ. Обязательно записали. Да, записали, записали. Два правильных хочу. Кстати, вот в Сильве сыграл и очень знаменитый уралец. Это тенор Даутов Нияску Рамшевич, который был и режиссером, и вокалистом, и ставил музыкальные спектакли. 30 лет работал режиссером, 80 спектаклей поставлено. То есть человек, которого точно нужно хотя бы знать. Хотя бы знать, да, да, совершенно верно. Но вообще у нас на самом деле со Свердловским связано огромное количество имен, про которые мы даже не знаем, что они с нами связаны. Я имею в виду и того же самого Александра Демьяненко. Шурика. Шурика, да, да, совершенно верно. Хотя, надо сказать, что он родился в Свердловске и вообще родился в семье режиссера и актера Свердловского оперного театра. Учился в 37-й школе. Занимался в драматической студии Свердловского дворца пионеров. И вот, собственно говоря, да, мы про него знаем, ну, знаем, что, как известно, всесоюзное такое имя. Вот, а он родом из Свердловска, как бы наш местный человек. И, кстати, надо сказать, что он же с экранов ушел, прошу прощения, относительно рано, но он был прекрасным, и об этом тоже мало кто знает, прекрасным актером... Озвучание. Озвучание, да. То есть он дублировал огромное количество ролей. Вот. И, то есть, это не значит, что у него там киносудьба закончилась на Шурике. Нет, это не так. Просто... Ну, у него были серьезные очень роли. Да, да, да. Просто так почему-то получилось, что комедийная позиция выстрелилась сильнее, чем остальные. Он играл и брутальных спецагентов. Ну, да. Было и такое в его биографии. Поэтому, конечно, немножко грустновато, что мы его только с одной стороны знаем. Нам пишут, а я в 37-й школе сидел за партой Шурика, на которой он вырезал сбоку Саши. В кабинете немецкой литературы стояла партой. Ай, круто. Надеюсь, парту сохранили. Я очень тоже на это надеюсь. И еще нам пишут, Ирина Архипова тоже из нашего театра. Ну, вот. Вот, вот. Смотрите, какие имена. И вообще у нас, да, таких имен... Мы как-то рассказывали, кстати, помните, судьбу первой в истории Екатеринбурга, ну, Свердловска, вернее, женщины-мэра, как вы сейчас сказали, да? Анны Бычковой. Анны Бычковой, совершенно верно. И там судьба тоже такая, что вот жизнь покидала ты ее, да? То есть и возносила, и бросала на самое. Бросала, да. То есть она... У человека нашли силы вернуться. Да, да. Причем, насколько я понимаю, у нее был... Представьте, в биографии одного человека она работала фактически городским главой, а потом швеей. Потом швеей, да. То есть не сначала швеей, а вот так вот у нее сложилось. То есть были такие... Это фантастика просто, да? И то, что она успела за недолгую свою карьеру главы города сделать для города, это тоже фантастика. Вот. Это касалось там и общественного транспорта, в частности, и так далее. Причем она сама, например, говорила, что председатель горсовета должен быть и строителем, и инженером, и медиком. Что там еще? Вот, слушай, ну да. Всем и каждому. Ну, кстати, нам пишут, что вот еще Демьяненко снимался в главной роли в фильме «Сотрудник ЧК». Играл начинающего сотрудника ЧК там. Как нас такие действия происходят в 20-м году, во время Гражданской войны. Классные имена у нас прям такие. Хотя, казалось бы, знаете, может быть, не так много, но смотрите, Екатеринбург, я хочу сделать такую маленькую отметочку тоже еще, или большую. Город, в котором звезды федерального значения продолжают жить. Я имею в виду, вот смотрите, например. Ну, Каледа тот же самый. Каледа. Шахрин. Шахрин. Пантыкин. Там можно еще такие имена поназывать, да. Может быть, кстати, подкинете еще, кто у нас продолжает жить. Но вот Бабунец, по-моему, уехал из смысловой галлюцинации. По-моему, он в Сочи в основном. Но долгое время он здесь тоже жил. Коля Ротов. Коля Ротов, да. Замечательный совершенно. Музыкант. Да. Вот. И как мне представляется, это вообще уникальная история, потому что живут, понятное дело, люди в Москве, поменьше в Питере, ну и вот, наверное, у нас. Какой мы еще город такой знаем, где... Где люди бы не бросали. Да, да, да. Где люди бы свою малую родину не бросали. Мне кажется, это удивительно и классно. Да, потрясающая история. Да. Окей, хорошо. Кстати, друзья, если вам интересно, в полном размере фильм «Сильва» доступен в интернете, он есть. Причем даже, вот, в Википеде же не запретили еще? Вот там как раз-таки на сайте можно найти ссылку на этот фильм. Он доступен, можно поглядеть от и до. И правда, для 44-го года, когда вообще-то война идет, сделан фильм потрясающе хорошо, снят здорово, и спят великолепно. Так что, если не смотрели, ну, найдите время, поглядите. Нам пишет еще Новиков, инагент Ройзман. Да. Ну, тоже продолжает жить у нас. Кстати, вот, да, еще такие. К тому же, у Евгения Ройзмана еще один музей планирует открыть. Инагент. Да. Уже третий, четвертый. Одессита Столярский, художник Бершацкий, остались лежать в уральской земле, пишет нам про автора интернационала. Уже говорили, да, одесситы говорили. И вот вчера, когда обсуждали историю кладбища. Да, что, знаете, некоторые не по своей воле здесь остались, но тем не менее. Но остались. Но остались. Действительно так. Да, когда по Ивановскому или Михайловскому гуляешь, такой, да, думаешь, да, вот, знали ли они, что окажутся здесь? Ну, да. Судьба такая, да? Да. Получается так. Причем, кстати, возвращаясь к судьбе Анны Бучковой, прожила 99 лет. При своей очень нелегкой такой жизни зачастую. Очень стрессовой, насколько я понимаю, как бы сказали сейчас, да. Крепки были старые большевики. Да, 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 да. Надо заметить. Не все, но... Да. Окей. Ладно, Павел, давайте еще что, какую-нибудь историю расскажем? Давайте. Увлекательную. Давайте. Ну, еще про одного замечательного, ну, абсолютно суперзвезду Екатеринбурга, Свердловска, надо сказать, это Радыин Евгений Павлович. Да, да, да. Он не только участник Великой Отечественной войны, да, понятно, по возрасту, но еще и заведующий музыкальной частью был Уральского народного хора. И автор суперхитов... Как бы сейчас сказали. Сейчас бы сказали, ну, так, да. Шлягеров, как сказали бы тогда, которые звучали абсолютно, ну, по всей стране, по всему Советскому Союзу. Это и уральская рябинушка, и едут новоселы по земле целины, и куда бежит штропинка Мила, и Лена мой, и песня о Свердловске. Ну, в общем, россыпь, россыпь. Мне кажется, что песни Радыгина многие считаются народными. Они не народные. У них есть автор. Это, знаешь, как с курочкой Рябой, она тоже считается народной, но в том варианте, который мы ее знаем, ее нашел, прибрал и подрезал, где надо и где не надо, Владимир Даль. А, вот так. Вот, то есть, да, потому что как раз-таки тогда было увлечение сбором народного фольклора, и Даль был в первых рядах. Кстати, напомню, что Владимир Даль в том числе занимался и феней. И не только. Феней он, потому что его попросили, потому что было подозрение, что о чем-то эти афени, которые торговцы бродячие, болтают. И, кстати, в Екатеринбурге одна из династий купеческих началась с такого торговца афени, который гулял по всей России, матушке продавал разные мелкие товары, а может быть, даже и иконы. Это тоже был один из товаров, которые они предлагали своим покупателям, как правило, селянам. Вот, так что тут тоже удивительное, удивительное рядом. Ну, кстати, надо сказать, что словарь Даля, который изначально выходил в семи томах, там еще у меня есть отдельный том еще. С чем? Как раз таки вот с тем, с той самой обсценной лексикой, народной лексикой в том числе. Просто начальство царской России подозревают, что Афине о каком-то бунте договариваются. На самом деле Афине там нужно было для того, чтобы немножко дурить тем, кому продажи дать дело. Они наем разговаривают. Вот так. Друзья, спасибо всем, кто участвовал в нашем радиомарафоне. Праздник самый главный завтра у нас будет. Да, не забудьте поотметить. Да, а самый главный радиомост у нас через пару минут. Оставайтесь с нами. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.